Всем привет на канале Александр Эмбрес! Сегодня к нам в гости попал перфоратор по кличке дымок. Почему дымок? Да потому что хозяева жалуются, что вот этот негодяй задымил все помещение. У меня он не работает уже. Хотя шмончик такой конкретный присутствует. Короче давайте разбирать. Первым делом откручиваем заднюю крышку. Ну естественно снимаем. Я думаю видать что перфоратор практически новый. Вскрыл рукоятку и сразу видны черные прокопченные стенки и запашок паленого пластика. Ну что могу сказать, после разборки я в принципе хозяевам верю, что тут дымовая завеса неплохая была. Один контакт от реверса вообще отгорел напрочь. Судя по всему дело всего лишь в блоке реверса. Давайте-ка открутим сетевой кабель для того, чтобы было легче извлечь кнопку включения с реверсом. Открутили и достаем. Кнопка включения, ровно как и реверс, в данном перфораторе выполнены точно так же, как в 24-ке старого образца Бошевской. Кстати, реверс не щелкается. Суть в том, что он съемный. Давайте его снимать. Чтобы снять данный реверс, необходимо взять плоскую отвертку и подковырнуть защелку с одной стороны и со второй стороны. Вот так вот. Снял реверс и сдернул с него провода. Тут как бы без сомнений проблема была именно в этом реверсе. Я не на камеру цепь конечно прозвоню тестером, но я думаю тут комментарии излишни. А запашок какой стоит? После этого ремонта однозначно мастерскую придется хорошенько проветрить. Ладно, подбираем аналогичный реверс. Я буду брать от 24-го Бошека. Также обязательно заменю некоторые контакты и провода. Здесь вот, к примеру, манка вообще просто-напросто выгорела. Ну ее нафиг такую ставить. Так, ну что-с. Провода первую медицинскую помощь оказали. Реверс подобрали. Можно приступать к сборке. Для начала давайте поставим реверс на кнопку. Значит это делается довольно таки просто. Защелкиваем с одной стороны, защелкиваем с другой стороны и еще сверху вот здесь такая пимпочка, которую надо вщелкнуть. Просто надавливаем. Все. Реверс стоит на месте и несмотря на то, что он не родной, чувствует он себя прекрасно. Теперь пока наши подключенные провода нам не мешают, поставим вот в такое вот, скажем, правильное положение нашу кнопку с реверсом. И начнем подключать проводочки. Да, кстати, если у кого-то возникают проблемы с подключением проводов, то обращаю ваше внимание, на каждой кнопке на каждом реверсе имеется простая схема подключения. Взглянув на которую, по сути, все становится понятно. Ну а если вдруг и это непонятно, то банально фотографируйте, где какой провод стоял и подключайте правильно. Ну а я уже все поподключал, поэтому устанавливаю кнопку вот так вот на место и прикручиваю сетевой кабель к корпусу. Ну все, заводим провода, ставим мелочевку на свои места и накрываем крышкой. Дособирали сие чудо до кучи и давайте проверять. Мораль. Если ваш инструмент задымил, это не повод паниковать, это повод провести дефектовку инструмента, так как дымят не только якоря, но и дешевые маленькие деталюшки типа реверса или конденсатора. Ах да, еще. Если этот ролик был полезный, то это довольно серьезный повод подписаться и долбануть по колокольчику, чтобы не пропустить следующий видосик. Ну и хватит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!